Сергей, невероятно рад вас сегодня здесь видеть. Вы, наверное, наиболее знаковая фигура российских шахмат на текущий момент. Уникальный игрок. Я не буду, наверное, повторять всем известные вещи. Но у нас сегодня мы разговариваем о взаимоотношении людей искусственных интеллекта в шахматах. И вот вы знаете, как вот авторитеты в вашей области, скажите, вот в шахматах эмоции, они помогают или мешают? Ну, смотря на сколько ты умеешь ими управлять, бывает, что эмоции слишком тебя выводят из себя. Бывает, наоборот, ты вот как бы заставляешь себя совраться, и это идет тебе на пользу. Потому что нельзя быть, чересчур хладнокровным, как бы, тоже быть нельзя, должна быть спортивная какая-то злость составляющая. Вот в вашей биографии есть два по-настоящему знаковых события. Когда вы стали самым молодым гроссмейстером в мире, и когда вы выиграли в чемпионате мира по блицу Магнуса Карлсона. Скажите, вот в какой из этих двух моментов вы испытывали более яркие эмоции? Более яркие все-таки чемпионат мира. Было очень приятно выиграть и по блицу, и по быстрым шахматам я тоже выигрывал. Также играл в матч на первенстве мира с Магнусом Карлсоном в классические шахматы. Но я могу сказать так, что когда я стал самым молодым гроссмейстером, я сильно не обратил на это внимание, потому что у меня всегда была одна цель стать чемпионом мира. А то, что там по ходу дела я выигрываю какие-то турниры, что там выполняя звание, это было так все второстепенно цель была одна. Как промежуточная века, да? Промежуточная века. А вот смотрите, вот на самом деле я как вообще тоже теоретик и практик искусственного интеллекта считаю, что отсутствие эмоций это его слабая черта. Но, кстати говоря, современные И, они считают, что эмоции испытывают. Вот шахматные искусственные интеллекты, вы, наверное, сталкивались с большинством из них. Вот скажите, они имеют чисто механическую игру или у них можно уловить оттенок на какие-то чувства в их игре? Нет, чувства нет. Просто в чем отличие, допустим, сейчас современного искусственного шахматного интеллекта от того, что был там 10, 15 или 20 лет назад? Раньше компьютерные программы, они просто использовались как калькулятор, допустим, шахматный. Они просто прочитывали варианты, насколько могли, но они, конечно, по человеческим меркам колоссальные. Варианты просчитывали, то есть они могли пару миллионов вариантов, скажем, в секунду просчитывать. Конечно, человек так не может. И, конечно, поэтому они там были сильнее, чем человек. Но дальше уже следующим этапом стал именно искусственный интеллект, когда он стал смотреть, какие варианты нужно прочитывать, какие нет. То есть если, например, ход самый глупый, если он там, не знаю, сразу же ты теряешь ферзя, то тебе не нужно считать этот вариант, ты его просто отбрасываешь. И искусственный интеллект, он научился отбрасывать ненужные варианты, а считать только то, что самое важное и самое значимое. И из-за этого произошел резкий скачок вперед. И вот искусственный интеллект выиграл у простой шахматной программы, у чемпиона мира среди шахматных программ, там, с большим счетом. Поэтому вот последние, скажем, три года уже мы наблюдаем борьбу искусственного интеллекта, скажем так, между собой. А причем еще можно так, ну, ради интереса эту историю дорассказать, что раньше был чемпион мира среди компьютерных программ, такая программа называлась Stockfish. И потом компания Google создала вот эту вот программу на основе искусственного интеллекта. Она, правда, дальше никуда не пошла в интернет, ну, неизвестно точно, то есть они не стали ее опубликовать в открытый доступ. Но они сказали, компания Google сказала, что никакой лишней информации этому искусственному интеллекту не давали. Никаких партий, они ни на чем не учились. Ей просто запрограммировали правила шахмат, и за четыре часа программа самообучилась, сама, играя между собой тысячи-тысячи партий, самообучилась и выиграла у чемпиона мира уже среди компьютерных программ. То есть, ну, для человека это нечто. Да, вы говорите как раз про альфа-зеро, это как раз новый вид искусственных интеллектов, так называемых конкурентных, которые обучаются, играя сами с собой. То есть, я правильно понимаю, вот сейчас, когда вы партии проводите, то есть современные ИИ, они механистичны в шахматах, да? То есть, вот их можно отличить по манере игр от человека. Ну, словно говоря, в обычных ИИ, один из классических тестов, тест Тьюринга, что ты можешь перепутать ИИ с человеком. Вот скажите, вы в шахматах можете перепутать ИИ с человеком или нет? Ну, если посмотреть всю партию от начала до конца, то, скорее всего, ты поймешь, играет человек или компьютер. Конечно, человек, находящийся там в суперформе, чемпион мира, может провести партию от начала до конца без ошибок. Это тоже бывает. Но в целом, глобально люди иногда допускают неточности. Даже в выигранных партиях все равно не обходятся без ошибок. Поэтому с этой точки зрения всегда понятно, играет компьютер или человек. И могу еще добавить, что, допустим, вот есть крупнейшие онлайн-платформы, где люди могут играть. И там, как правило, для того, чтобы избежать читерства, ну, с этим борются, хотя это большая, огромнейшая проблема читерства, это компьютерные подсказки. Тебя заставляют, вот ты зарегистрировался, и ты не можешь сперва участвовать в турнирах на деньги. Допустим, ты должен пару сотен партий сыграть просто так. Затем эти партии попадают, ну, в эту такую местную базу, скажем так, и компьютер к ней подключается. И, допустим, если ты потом уже, когда играя на деньги, твой уровень игры очень резко растет, вырос, то это признак того, что, наверное, ты используешь читы, да, ты читеришь. То есть компьютер уже научился, искусственный интеллект научился на основе партии игрока уже смотреть, читерит он или нет. Хотя, честно говоря, вот самые продвинутые читеры, они миксуют, да, вот, как говорится. То есть они играют сами, а в какой-то ключевой момент, то вот несколько ходов, и компьютер подсказывает, и за счет этого они выигрывают. Но это уже высший пилотаж, с этим тяжело бороться. Тяжело бороться. Друзья, хорошая новость. В компьютерных шахматах тест юринга компьютер еще не проходит. Это очень здорово. Вот посмотрите, вот чемпионы мира, да, их, в принципе, вот можно сказать, что есть, были те, которые играли более точно, и те, которые играли более романтично, как, например, антагонисты, Капабланк и Стынец. Вот как вы считаете, вот если вот, например, вот взять и лимитировать, ну, на определенном уровне, на котором они могли бы бороться, ну, это возможно, там, лимитировать объем памяти, вычистительной мощности, способов есть много. Как вы считаете, шансов при прочих равных было бы больше у Капабланке с его чрезмерно точным стилем игры или у Стынец с его романтичным? Ну, Стынец, объективно, как бы, уровень игры Стынец был, безусловно, ниже, чем у Капабланке. Капабланка уже был очень техничным. Если бы на уровне бы и выиграли бы с ними на одном уровне, то есть вот именно, как бы не друг с другом, а вот... Я думаю, что в плане игры на выигрыш, может быть, у Стынец было бы больше шансов, а в плане, так вот, бетонировать делать ничего, у Капабланки была хорошая техника, наверное, вам бы. А вот у вас, ну, простите, я вас буду с ними сравнивать, вас невозможно с ними не сравнивать, вас называют достаточно часто современным Алёхиным. Скажите, вот у вас, как вы считаете, было бы, ну, опять же, если взять, ну, зафиксировать на уровне, ну, текущем рейтинге вот вашем, да, у вас было бы больше шансов, чем у Стынец с Капабланки? У меня есть доступ ко всем компьютерным технологиям, к новейшим дебютным разработкам, и, конечно, за счет этого у меня есть определенное теоретическое преимущество, и, как бы, больше информации, чем это было сто лет назад, гораздо больше информации, поэтому в этом плане мне, конечно, легче. А по таланту, конечно, там, ну, чемпионы мира они были великие шахматисты, и каждый в свое время внес большой вклад в развитие нашей игры. Смотрите, шахматы, они воспитывают действительно, с одной стороны, умение просчета ходов, ну, как говорят, ты шахматист, ты умеешь просчитывать на несколько ходов вперед, да, но с другой стороны, в такой быстрой дисциплине, в которой вы являетесь чемпионом мира, в блице, времени на просчет не очень много, а что является ключевой чертой именно в блице? Блиц, это такой, во-первых, для тех, кто не знает, что такое блиц, то есть мы играем с разными контролем и временем в шахматах, то есть есть блиц, шахматы, это либо по 3 минуты, либо по 5 минут каждому сопернику на партию, быстрые шахматы, это по 15 или по 25 минут, и классические, это там, ну, по 2, а то и больше часов. Соответственно, в блиц ты не успеваешь просчитать варианты, и блиц это такая игра, где ты должен частично за счет интуиции играть, за счет того, что ты, как бы, ну, у тебя там тысяча часов тренировок, скажем так, и ты примерно знаешь и ориентируешься, что вот здесь вот нужно так играть, а здесь так, ты не всегда это можешь объяснить, иногда ты получаешь ход откуда-то из подсознания, но все равно, тем не менее, ты как-то чувствуешь, что нужно делать. А иногда нужно в каких-то моментах задумываться и, наоборот, просчитать вариант до конца и, ну, чувствовать ключевой момент, когда это нужно. Ну, то есть, получается, в принципе, шахматы это далеко не всегда просчет, но это и узнавание образов каких-то, мышления, интуиция, правильно? Интуиция тоже, это одна из таких базовых частей нашей игры. И, в принципе, шахматы, как бы, объективно, это ничейная игра. То есть, если соперник играет, если оба соперника играют идеально, то партия завершится в ничью. Но один из элементов борьбы – это время. И сильные шахматисты стараются, во-первых, думать в тот момент, когда думает соперник, и когда он уже отвечает, ты уже готов к его ходу и делаешь ход в ответ. И, соответственно, пытаться загонять соперника в цепнот, где у него будет больше возможности ошибиться. Так что, да, это интересно. Получается, кто, по сути, перехватит инициативу, тот может играть за счет соперника. Это да, да. Потрясающе. А вот сейчас, да, вот за последние, например, вот 10 лет, вот облик молодого шахматиста, вот он как-то изменился вот в мире и в России. Если по-разному, то как по-разному? Ну, могу сказать, вот мы уже упомянули, да, что я стал самым молодым гроссмейстером в возрасте 12 лет и 7 месяцев. Тогда это было что-то невообразимое, то есть, ну, это уже было больше 20 лет назад. А сейчас уже гроссмейстер в 12, 13, 14 лет, он никого не удивляет. И сейчас целая плеяда вот шахматистов из Индии, например, которые там стали, ну, там плюс-минус наравне со мной гроссмейстерами в одном и том же возрасте. И я понимаю, что, как бы, пройдет еще какое-то время, и они уже будут среди лидеров мировых шахмат. Единственное, что, в чем большая разница и в чем я считаю, что я опередил, ну, в какой-то степени свое время, это то, что, когда я тренировался, то есть, 90-е годы, начало 2000-х, ну, был доступ к компьютерам, но это совершенно не те мощности, не те возможности, какие есть сейчас. И я, как раз-таки, очень много занимался с книгами, очень много, как бы, занимался с тренером. То есть, конечно, сейчас молодые люди могут гораздо больше получить информацию, гораздо быстрее ее получить. Если я раньше мог там с книгами там две недели какую-то интересующую позицию получать доступ к партиям, то сейчас они просто за 20 секунд открывают компьютер и все. Поэтому здесь стало, конечно, легче, но я думаю, что вот частично мой успех, например, и частичный успех там Магнуса Калцина, который тоже одногодка со мной и других шахматистов, в том, что мы еще застали время, когда можно было, когда нужно было работать без компьютера, мы мыслили своей головой, мы старались, что-то придумывали. И только потом уже, когда появился компьютер, ну, очень сильный, мы уже перестроились. И, соответственно, у нас есть база и компьютерная, и некомпьютерная. И вот такой вот симбиоз, он, наверное, пошел очень сильно на пользу. А потому что вот сейчас вот молодые таланты, они на 100% доверяют компьютеру, получается. И, ну, получается, что порой они перестают думать своей головой и только вот все доверяют компьютеру. Но, конечно, это неправильно, и нужно самому тоже понимать, почему компьютер говорит так или иначе. Вы знаете, на самом деле, настолько вот часто я вот повторяю ваши вот эти слова, да, ну, как, то есть вот на своих же лекциях то, что действительно настоящий, например, инженер, настоящий разработчик отличается от придатка компьютера тем, что он еще умеет мыслить сам, да. То есть это, конечно, да. Ну, и тут я тоже не могу не отметить очень важную роль тренера, потому что тренер, как бы опытный человек, он видит и понимает, что говорит компьютер, почему он это говорит, и он способен с учеником, как бы, переваривать вместе эту информацию, что-то объяснять, и что-то объяснять и вне компьютера тоже. И, конечно, вот я всегда считаю, что молодым шахматистам обязательно, чтобы был вот наставник, потому что все, все на искусственный интеллект так, ну, не сможешь, не получится. Вот недавно у вас был достаточно резонансный групповой матч с участием искусственного интеллекта на базе нейросетей Менделеев, если не ошибаюсь. Да, да, но там, на самом деле, это была наша общая разработка с инопрактикой, и там смысл был в том, что, ну, все компьютерные программы, там, чемпионы мира, не чемпионы мира, неважно, они иностранного производства, и уже, как бы, вот сейчас вот во время такого кризиса, да, когда нас пытаются от всего отстранить, лишить, мы подумали, что, а в шахматном плане тоже нужно суверенитет какой-то определенный иметь, и мы создали программу, да, мы там не говорим, не утверждаем, что она чемпион мира, но, по крайней мере, это достойная хорошая программа, с которой можно тренироваться. А чему смогли научить искусственного интеллекта вот эту систему Менделеев и вы? Чему? Решающим правилам, своему мировоззрению, основным каким-то принципам. Ну, на самом деле, то есть, вот вообще, в любой предмет новости, независимо, что ты там, особо говоря, проектируешь систему видеонаблюдения, там, беспилотный транспорт, там, или что-то, да, то есть от человека-эксперта передается какой-то набор знаний, то есть вот искусственный интеллект, исключение, кстати, те Альфа Вера, они учились играть сами с собой, а чему научили Менделеева вы? Ну, мы все-таки закладывали, во-первых, определенную базу, мы попытались создать такой вот микс между искусственным интеллектом, но который тоже на основе каких-то известных партий, он знает партии чемпионов мира и другие партии, вот, но я не могу всего раскрывать все-таки, это наша разработка, как мы ее не выкладываем, да, вообще доступ так, но мы постарались передать свой опыт компьютеру, что мы знаем, как мы видим сильную компьютерную программу, колоссальное количество партий с ней сыграл вот во время этих всех тестов, но мне кажется, что получилось неплохо. Вот, а со скольки лет, как вы считаете, да, вообще ребенка можно и нужно учить играть в шахматы? Ну, в принципе, чем раньше, тем лучше, вот, если я начинал в 5,5 лет и, как бы, всем казалось, что ох, это так рано, то сейчас уже дети спокойно в 4 года начинают без всяких малейших проблем, и если ребенок готов сидеть и хотя бы там 5-10 минут потратить время на какую-то вот игру, на передвижение фигур, то вполне можно, если ему интересно, вполне можно его научить. Я считаю, что собственный пример, конечно, очень помогает, если, допустим, ребенок видит, что родители играют в шахматы или там кто-то, бабушка, дедушка играют в шахматы, то это, конечно, помогает и вызывает интерес у ребенка. Я постараюсь задать два вопроса, где, ну, потребуется ваша эмоциональная, что ли, оценка, да, первый вопрос, а кто из шахматистов в прошлое, ну, возьмем для частоты эксперимента, например, там, первую половину 20-го века, да, чтобы там не было там сейчас какой-то нас вот окраски, да, кто из шахматистов в прошлое является вашим любимым? Ну, я всегда на партах Александра Алехина учился, первого советского чемпиона мира. Значит, не зря я об этом сказал, да? Да, 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 ну, и не знаю, почему, как бы, откуда это сказали, да, но, тем не менее, я всегда приводил ее в пример, всегда с папой изучал его книги, его партии, и, ну, считаю, что многому у него научился, а он, в свою очередь, ну, то есть он выступовал уже более чем 100 лет назад, и он привнес такую динамику в шахматы, новое понимание шахмат, на его фундаменте играет до сих пор, и это был большой прорыв в то время. Второй вопрос, на самом деле, на второй вопрос ответа вы можете и не дать, ну, потому что это, скажем так, не совсем обязательно, что такая у вас может быть, но есть ли у вас любимая или там пара-тройка любимых партий? Если да, то просто в чем? То есть вот, как бы, ну, не знаю. Ну, всегда приятно, когда люди создают шедевры, мне нравятся партии всех чемпионов мира, я считаю, что обязательно изучение всех партий чемпионов мира, вот, я не делаю различий там между ними, и Кархова, мне нравятся партии Каспарова, и Фишера, и Талия, и всех остальных. А из своих собственных партий могу, конечно, отметить, это выигрыш у Магнуса Карлсона на матче на первенстве мира в Нью-Йорке, восьмой партии матча, черным цветом, это, конечно, ну, для меня самая запоминающаяся партия. Да, это потрясающе. Смотрите, я, ну, на самом деле, придерживаюсь к какой-то точке зрения в области искусственного интеллекта, да, вообще я являюсь, в частности, противником его развития, но здесь приходится действовать по принципу, если не можешь что-то остановить, необходимо это возглавить. Во всех областях искусственный интеллект сейчас начинает, к счастью, лимитироваться со стороны людей. А точно такое же лимитирование, ну, скажем так, корректно, целесообразно, мне кажется, я тоже высказываю субъективную точку зрения, никому я не навязываю, и в шахматах. Я вижу два пути возможного лимитирования. Первое – это лимитирование мощности. Ну, условно говоря, понимаете, сейчас вот те партии, даже с тем же самым, там, деблю, там, вот, Каспарова, да, условно говоря, с таким же успехом могли бы играть, например, там, сотня, там, гроссмейстеров против одной машины. Это просто, что называется, это не fair play, потому что компьютеры обладают практически неограниченными учительными способностями, неограниченным доступом к базам данных, неограниченным всем. Первый вариант лимитирования – это вариант лимитирования учительной способности машины. Ну, чтобы он смог играть, условно говоря, плюс-минус на уровне человеческого мозга. Второй вариант лимитирования – заставлять его играть в те вариации, где он не может осуществлять, что называется, просчет в лоб. Ну, например, в шахматах тоже есть такие вариации. многие шахматисты их не поддерживают да это например та же самая шведка шахматы фишер многие вот скажите вот отсюда следует два вопроса первое стоит ли снова ставить компьютера с человеком на одну доску вообще стоит ли это делать если второе то по какому из двух путей лимитирования стоит пойти я считаю что лимитировать мощность компьютера ну это такая полумера то есть мы знаем что компьютер сейчас играет сильнее чем чем человек ну вообще я так и так уж как бы все-таки хочется пройтись по этой теме вообще противостояние человека и компьютера и вот действительно в девяносто восьмом году был первый матч между гарри каспарова в тот момент чемпиона мира и компьютерной программы дебу дебу которая была создана на бен объем и и intel нет 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 она объем а причем предыдущий дипфед который тоже объем 89 каспаров и и выиграл а с деблю он первый раз да и и там получается был огромный скандал потому что счет был ничейным до последней партии а в последней партии компьютер пожертвовал фигуру ну и в те годы то есть считал что компьютер не умеет жертвовать что он не умеет как бы интуитивно просчитывать а вот тот момент он вот так пожертвовал правильно и разгромил каспарова и каспаров тогда то есть это участвует просто вдумайтесь каспаров обвинил что дебу что гроссмейстеры какие-то сидели там как и к и каким-то образом подсказывали дебу то есть было обвинение что человек подсказывал компьютеру а сейчас же наоборот совершенно сейчас обвинение сплошь и рядом что что компьютер подсказывает человеку вот но потом каспаров взял реванш потом были другие матчика крамник играл там но в целом в целом уже шансов особо не было начиная с 2003 наверно года и в последнем матче подобным я сам участвовал в 2004 году так не было всего лишь 14 лет и меня позвали в тот момент была сборная людей против сборной компьютеров то есть разные гроссмейстеры против разных компьютерных движков общий матч мы стрельском проиграли но тем не менее я горжусь тем что одну партию чемпиона мира среди компьютерных программ на тот момент мне удалось выиграть потрясающее компания deep junior ну частично из-за того что я знал хорошо эту программу много с ней тренировался а частично ну просто да как бы вышел в хорошей форме вот но тогда еще были какие-то шансы а потом уже вот спустя там несколько лет уже шансов нет и сейчас если как мы говорим то иногда можно делать ничью редко-редко то есть я беру даже и про чемпионов мира то же самое про выигрыш у компьютерной программы уже сейчас речи нет но они пусть сами играть между собой то есть чем это меньше не компьютерных программ они набирают там десятки тысяч просмотров от чемпионата мира среди людей миллионы просмотров это показывает что люди гораздо интереснее и даже несмотря на что уровень игры качество игры там гораздо выше среди компьютеров но это не интересно в чем преимущество и на человека но вообще вот честно говоря как когда я играю против и против и и то я чувствую депрессию потому что это абсолютно это как вот биться головой об стенку вот ты стараешься можешь прям вот пара за что идет но все равно ничего не получает ну то есть даже в лучшем случае ты сыграешь ничью это чудо произойдет поэтому вообще я считаю что но это не совсем правильно что нужно все равно играть против человека все равно с человеком интереснее с человеком можно рисковать он может рисковать ну как бы вы есть элемент борьбы вот а компьютерные компьютерные движки я использую и большинство шахматистов используют как спарринг партнера ты смотришь интересующую тебя позицию в основном это дебют дебютные какие-то варианты и анализируешь ее и пытаешься придумывать вместе с компьютером либо свои идеи пытаешься продвигать либо доверяешь компьютеру там одну из двух ну вот обычно это так я попробую ответить на вторую часть вопрос сергей александр меня поправит но одним из вариантов развития именно компьютерных шахматных движков который имел бы право на жизнь это создание так называемых цифровых двойников великих шахматистов прошлого то есть и которые играли бы как те же самые фишер таль капабланка ну тут все упомянутое в принципе же есть уже нечто подобное у магнуса карлсона ну у него у него очень сильная спонсорская поддержка и была создана компьютерная программа называется play magnus где есть разные уровни сложности которые относятся к разному возрасту и можно играть шестилетним семилетий да 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 сады и карас и не так далее ну прикольная задумка я и честно говоря я не думаю что там действительно что-то сильно похожее на магнуса скорее все таки это компьютерная программа но тем не менее задумка хорошие я вот задам вам наверное сейчас вот последний вопрос от меня да он такой уже более романтические скажите а какая ваша любимая шахматной фигурой почему ну любимая фигура конь ходит необычно буквой г вот и если особенно когда ты играешь близ когда мало времени на раздумывание бывает что соперники пропускают ход коня но потому что так он действует все всегда неожиданно вот какой поэтому спасибо огромное